Всем привет, друзья! Мы видели много достойных отечественных сериалов, у которых не было логического завершения как такового, где история заканчивалась неуместным хэппи-эндом, как в киновселенной Глухаря, где в последней серии из цикла Пятницкий история завершается ну слишком идеально, а где-то повествование обрывали завершением, как казалось, не последнего сезона на самом интересном моменте. К примеру, в таких сериалах, как Ловушка, игра Реванш, ну и еще один проект, о котором сегодня и пойдет речь. И как вы поняли, исходя из названия этого видео, речь пойдет, конечно же, о сериале Меч, ну или скорее о том, почему мы так никогда и не увидим третий сезон данного сериала. Ну и коротко об этом видео. Сразу же хотелось бы прояснить один важный момент. Не вся информация конкретно о событиях третьего сезона Меча, озвученная мною в этом ролике, будет являться достоверной, а именно то, что будет касаться возможного сюжета, сценария, различных поворотов и актерского состава третьего сезона, так как данной информации очень много, и даже я не могу сказать, какая достоверная, а какая нет. Но уже с другой стороны, сказанное мною, именно вокруг третьего сезона будет являться правдой, и уже этим словам вы можете довериться. Но в целом, конечно же, дело каждого, во что верить, а во что нет. И в этом видео я буду идти по хронологии, начиная от концовки второго сезона и вплоть до сегодняшних дней. И также, если вы не смотрели предыдущий ролик, где я полностью разбирал сериал Меч, как первый, так и второй сезон, рекомендую ознакомиться. Ссылка на видос будет в описании. А уже после возвращайтесь к этому моменту. Так вам будет намного больше понятно, что к чему. А для остальных же я, пожалуй, начну. И как и в прошлом ролике, повествование будет разбито поэтапно. Поэтому давайте уже начнем. В комментариях под прошлым роликом несколько зрителей написали, что им не хватило объяснения концовки. Подумав над этим, я решил дополнить этот видос разбором концовки второго сезона Меча. После того, как Калинин организовывает всей следственной группе Сенцова и группе захвата ФСБ обманку, которые думали, что загнали настоящий мяч в ловушку, нам покадрово демонстрируют, что таким образом Калинин переиграл Сенцова и увел других участников мяча с линии огня. Всем привет. Операции не будет, по крайней мере для вас. Искать вас никто не будет. Сенцов уверен, что этот второй меч и есть настоящий, потому что там буду я. В сейфе все наши деньги возьмите и поделите поровну. Живите спокойно и помните. Вы мои самые близкие люди. Спасибо вам за все. Данная сцена нам как бы напрямую говорит о том, что многие участники группы Меч разбегутся кто куда. Кто-то переедет в другой город, кто-то останется, а кто-то и вовсе покинет страну. И такая концовка, она в принципе логически завершает историю второго сезона. Но уже с другой стороны нам дают затравку и для третьего сезона. Данная фраза у многих зрителей вызвала немало вопросов, но здесь собственно присутствует и другой, более любопытный момент. В окончательной версии второго сезона, как мы с вами помним, было 20 серий. А вот по некоторой уже информации, в изначальном варианте было не 20, а 21 эпизод. Что собственно очень многое объясняет, ведь история сериала очень резко обрывается, оставляя при этом еще одну затравку для третьего сезона. Многие зрители не поняли, что имел в виду Макс, когда произнес фразу «Скоро будет очень жарко». И также для многих осталось непонятным, куда уходит Калинин перед самыми финальными титрами. Есть вероятность полагать, что создатели сериала решили сделать из 21 эпизода второго сезона первую серию третьего сезона, потому что еще на момент съемок второго уже писался сценарий к третьему, что доказывает комментарий одного из создателей проекта. Во втором сезоне авторы сериала оставляют так называемые крючки для зрителя. Открытые, незавершенные сюжетные повороты, которые приковывают внимание. Хорошенько подумав, что могло бы быть в 21 эпизоде, я решил поделиться с вами этой теорией. Но опять же повторюсь, это только моя теория. А далее мы уже переходим к следующему этапу. После того, как Калинин устраивает ловушку ФСБ и позволяет спокойно уйти остальным участникам группы, он в оставленной записи сказал следующее. В последнее время на деньги Ирины Князева я создал альтернативный меч. Собрал туда конченных людей. Преступников, наемников. С ними мы защищали город и в том числе травили наркоманов. Да, жестоко. Да, не гуманно, но необходимо. Собственно, эти слова вяжутся с происходящим. И на тот момент вы, я и многие зрители наверняка думали, что Калинин создал только один альтернативный меч. Но далее нам демонстрируют сцену, которая многое переворачивает. Да, командир. Вы готовы? Да, готовы. Действуйте согласно плану. Поняли тебя, командир. Выдвигаемся. Затем Калинин уходит. И эпизод заканчивается. В 21 серии нам показывают, как сам Калинин уходит с линии огня в свое новое бомбоубежище. И исходя из последней сцены прошлой серии, напрашивается мыслишко. То, что Калинин создал более чем несколько альтернативных мечей, а его слова скоро будет очень жарко, аргументируется следующим. Для того, чтобы другие герои смогли спокойно уйти и отвести от себя подозрения, в том числе и от Макса, нам показывают, как еще до начала бойни Калинин закладывает взрывное устройство в то недостроенное здание. И с помощью дистанционного управления все там взрывает, где впоследствии обгоревшие тела участников поддельного меча обнаруживают и принимают их таким образом, что это как будто бы все главные герои погибли. Тем самым по новостям передают чуть позже следующее, что вся группа меч была ликвидирована в ходе спецоперации ФСБ, а дело по поимке таинственных мстителей было прекращено в связи с их полным уничтожением. А под шумиху громких новостей наши герои уничтожают штаб и расходятся кто куда. Лена, Чиш и Молодой остаются в Москве, а Костян, Винни и Ольга уезжают за границу. И только после рассоединения наши герои узнают о полной ликвидации меча из новостей. Ну и собственно, они также думали, что Калинин погиб. Данная новость о гибели лидера карательной организации также сплотила многих неравнодушных граждан, которые стали выходить на митинги с протестами. Власти, дабы погасить подобные протесты, начинают применять силу, где в итоге мирные граждане подвергаются насилию со стороны ОМОНа. И уже в другой финальной сцене нам показывают Калинина и несколько групп того самого альтернативного меча, который в статусе командира объявляет войну властям. И указывает следующую цель в лице некого политика, который и отдал приказ применять жестокие меры в отношении протестующих. Мы этого допустить не можем. Категорически предупреждаю. В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы дело будете иметь не с милицией, а с армией. Сволочи. Мы живы и мы боремся. И мы не должны их бояться. Мы не наемные убийцы. Мы не устраняем конкурентов, мы караем. Да, мы сделаем это. Но это будет наш сигнал таким же, как он. После финала столь успешного второго сезона более чем несколько миллионов зрителей ждали с нетерпением продолжения культового сериала Меч. И на момент 2015-2016 года вот-вот должны были объявить о начале съемок третьего сезона, ведь второй очень тепло был принят зрителями. Безусловно, были и недовольны, как это очень часто бывает. Но в целом же продолжение удалось. И еще тогда казалось, что третий сезон не за горами. И вот-вот объявят официально дату выхода сериала. Однако после наступило годовое затишье, где руководство НТВ, как и сами создатели, замолчали. И только в 2017 году на одном из своих стримов автор идеи сценария и самого сериала Меч дает окончательный ответ по поводу третьего сезона. Расскажите о Мече. О Мече уже писал. Не будет никакого Меча. Все, канал не заказал. Канал не интересен. Ах, что, блядь, что такое. После данного ответа телеканал НТВ завалили письмами и сообщениями о том, чтобы третий сезон немедленно сняли и пустили в эфир. Затем, спустя некоторое время, Илья Куликов попробовал объяснить причины, по которым НТВ не хотят заказывать продолжение культового сериала. А именно, Куликов сказал, что у второго сезона сериала Меч маленькие просмотры и низкие рейтинги, и что данный проект своих затрат не окупил. Хотя бюджет у сериала был и не такой большой, судя по количеству экшена, да и всего остального. Да, сериал технически был очень хорош. Но сказать, что в нем был огромный бюджет, никак нельзя. По поводу же маленьких просмотров и низких рейтингов выскажусь так. То, что говорил Илья Куликов по этому поводу, от слова совсем не соответствует действительности. Дело в том, что на данный момент второй сезон Меча является одним из самых просматриваемых отечественных сериалов на ютубе, общие цифры которого составляют около 180 миллионов просмотров. Друзья, просто вдумайтесь в эти цифры. Больше просмотров только у бригады, 185 миллионов. Однако, если к просмотрам второго сезона добавить еще и цифры первого, то и вовсе в целом насчитывается около 300 миллионов просмотров. И даже на момент 2015 года, когда второй сезон только вышел, уже тогда просмотры начинали зашкаливать, где каждая серия собирала по несколько миллионов зрителей. И это при том, что на момент 2015 года официальный ютуб-канал НТВ насчитывал в себе всего-то чуть больше миллиона подписчиков. Однако, все тот же Илья Куликов ответил на это тем, что просмотры на ютубе ничего не значат. Пусть так. Тогда почему на стриминговом сервисе НТВ цифры у второго Меча, пусть и не намного, но все же больше, чем у других сериалов данного телеканала? Странно, не правда ли? Учитывая все это, задается вполне логичный вопрос. Если просмотры на ютубе ничего не значат, тогда почему и по сей день НТВ на своем ютуб-канале публикуют каждый свой сериал? Потому что... Хорошо, давайте попробуем предположить, что в теории просмотры немного решают, а решают рейтинги. Ведь по словам автора сериала Ильи Куликова, у второго Меча были низкие рейтинги. Но если заглянуть на некоторые авторитетные источники, где оценивают фильмы и сериалы, можно увидеть совершенно обратную картину. К примеру, на Кинопоиске рейтинг второго Меча составляет 8,4 из 10, что делает этот сериал одним из самых высоко оцененных отечественных. Больше рейтинг только у картины Владимира Бортко и Диот. Далее давайте попробуем заглянуть на западный источник МДБ, где у большинства наших действительно даже достойных сериалов, оценка не более чем 7 с лишним из 10. В тот момент, как на том же МДБ, рейтинг второго Меча составляет 8,2 из 10. Больше только у бригады и ликвидации. По 8,3 из 10. На другие авторитетные источники мы заходить не будем, так как ситуация там примерно такая же. Я, к примеру, никогда не поверю, что у таких сериалов, как Пес, Балабол и у прочего НТВшного мыла просмотры и рейтинги больше и выше, чем у второго Меча. Дело в том, что у этих сериалов в копилке по 5-6 сезонов. И подобные проходники регулярно выходят на НТВ. Да, на этом канале есть такие стоящие проекты, как Шеф, Невский, Консультант, Высокие ставки, По ту сторону смерти, 5 минут тишины и много всего остального. Однако, с одной стороны, что-то подобное выходит не так часто, а уже с другой, даже эти сериалы далеко не уровень Меча и игры, которые слишком рано завершились на вторых сезонах, оставляя при этом открытую концовку. В общем, подводя итог данного анализа о причинах отмены третьего сезона, выскажусь следующим образом. Заранее извиняюсь за выражение, но получается, что нам попросту срали в уши, потому как слова создателей сериала о том, что второй сезон провалился, это чушь собачий и бред. Нам всё это время наглаврали про низкие рейтинги и просмотры, дабы скрыть истинную причину. Ещё в 2009 году, после премьеры первого сезона, Илья Куликов сразу же написал сценарий ко второму. Но по невысимым обстоятельствам продолжение сериала откладывали раз за разом, и уже тогда стали появляться слухи о том, что политикам и чиновникам сериал не пришёлся по душе, мягко говоря, так как в картине затрагивались очень опасные темы в виде торжества справедливости и самосуда. По всей видимости, если верить слухам, они считали, что нечто подобное, что затрагивает сериал, может послужить как руководство к действию, и, соответственно, продолжение подобного кино выпускать не стоит. Однако спустя шесть лет продолжение всё же состоялось. Возвращаясь уже к 2017 году, у Куликова также спросили, а правда, что выходу третьего сезона мешают политики? На что Куликов ответил, так могут думать только далёкие от кино люди и малолетки. Политикам на это совершенно насрать. Наверное, поэтому на Западе вот эту гнусную пропаганду запихивают чуть ли не в каждый фильм или сериал. Видеть черножопых, феминисток, голубых петухов и мужиков с отрезанными писюнами, ну и так далее. Затем проходит некоторое время, и после многочисленных писем на НТВ от зрителей и фанатов с просьбой запустить третий сезон в эфир, руководство в 2018 году запускает опрос в своём официальном сообществе ВКонтакте. И для рассмотрения третьего сезона просит набрать 10 тысяч голосов. Спуся чуть больше, чем через месяц, более 10 тысяч пользователей проголосовали за выход третьего сезона. И с тех пор НТВ замолчали. Мы уже разобрались, что третий сезон отменили не из-за низких рейтингов, да и, возможно, политики здесь ни при чём. Ведь первый и второй сезон как-то увидели свет. Ну а мы, собственно, подобрались к самому интересному. В конце 2018 года появились слухи о том, что третий сезон сериала «Меч» начали снимать. Однако сами актёры, как и создатели, отрицали данный факт. Но Роман Курцын в своём инстаграме сделал жирнющий намёк на то, что съёмки третьего сезона всё же стартовали. А позже и сам Куликов заявил о том, что третий сезон всё же может состояться, где очень многое будет зависеть от НТВ. Однако после наступило очередное затишье. И уже в 2019 году в сеть всё больше стала просачиваться информация о том, что третий сезон сняли. И сериал, пускай и в сыром, не смонтированном формате, но всё же готов, который и по сегодняшний день пылится на полках у НТВ. А очень тонкий намёк Эдуарда Флёрова в одном из его интервью, лишний раз это доказывает. Вот мне очень жалко один сериал, который уже лежит, по-моему, на канале НТВ на данный момент на полке. Поэтому я не знаю. А много этих работ, которые сейчас лежат на полке? Ну нет, немного, но есть там какие-то. Вы говорите, в ближайшее время. Я не знаю, что в ближайшее время выйдет. А с чем это связано? Это связано только с каким-то видением канала. Я думаю, и так понятно, что под этими словами имел в виду Кэп. А далее мы уже переходим к финальному этапу повествования, где, собственно, будет названа причина, из-за которой и отменили третий сезон. Самое весомое, что мне удалось накопать про третий сезон, это сюжет и несколько новых актерских фамилий, которые, по всей видимости, могли бы сыграть будущих участников группы Меч. Я не могу сказать, насколько эта информация достоверна. Поэтому со своей стороны я просто ее озвучу, а вы уже сами решайте, правда это или нет. Изначально в сети гулял сюжет, чьи события должны были развернуться в Соединенных Штатах. Но не так давно я наткнулся уже на другой, более безумный сюжет. И после его ознакомления вы поймете, почему третий сезон отменили, где впоследствии и сам проект был официально закрыт. Из новых актеров, по той информации, к третьему сезону должны были присоединиться Владислав Котлярский и Денис Рожков, которые известны зрителям по таким сериалам, как Карпов и Глухарь, а их знаменитый дуэт пошел бы на пользу для продолжения сериала. Ты что, вечно собрался жить? Тогда работу смени. И не шуми, не на митинге. В кабинете начальника находишься. Не шуми. Да вы меня кинули! Меня грохнуть хотели, ты понимаешь это? Грохнуть! Хотели бы убить, убили бы сразу. А раз ты здесь и живой, значит, все прошло чисто. Чисто. Тебе штаны мои дать понюхать. Так, давай-ка без лишних эмоций. Ладно, давай отдыхай сегодня. Завтра с Егором обсудим наши дальнейшие действия. Да, Денис, постой. Совсем забыл, важно. Штаны постирай, пригодятся еще. Пошел ты в жопу. Ну и также к третьему сезону должен был присоединиться и Егор Баринов, который, между прочим, еще в первом сезоне пробовался на роль Макса Калинина, с которым был даже отснят пилотный эпизод, кадры с которого вы можете видеть на своих экранах прямо сейчас. Однако в третьем сезоне Баринов бы уже сыграл совершенно другого персонажа, как вы понимаете. А теперь о сюжете третьего сезона. В новой истории по сюжету наши герои должны будут ликвидировать трех высокопоставленных политиков, где события бы развивались не только в России, но еще в Украине и Белоруссии. И если в первых двух сезонах мы наблюдали только один меч и одного лидера в лице Макса Калинина, то уже в третьем подобных карательных группировок было бы несколько, собственно, как и их лидеров. Коротко говоря, три лидера, три группировки и три цели. И отталкиваясь от сюжета третьего сезона, я построил теории о том, что нас ждало бы в 21 эпизоде второго сезона. И теперь, я думаю, вы понимаете, почему был отменен третий сезон. А именно потому, что в его сценарии присутствовал политический подтекст, и такое по телевизору точно никогда не покажут. Изначально я очень хотел с вами поделиться данной теорией о том, как могли бы складываться дальнейшие события третьего сезона в моем видении. Но, к сожалению, для такого требуется много времени, которого у меня не было. Поэтому данную идею я решил отложить для отдельного видоса. Да, в обрывистом порядке я кое-что прописал. Но если бы я озвучил это нецельное повествование, у каждого зрителя была бы примерно такая реакция. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Понимаете? Дальше посмотрим. Ну и напоследок небольшое замечание. После 2015 года, когда вышли вторые сезоны Меча Игры, их автор Илья Куликов за исключением одного сериала больше не работал с НТВ. Да и ни на одном из своих интервью Куликов почему-то даже не упоминал эти сериалы. Что довольно странно, ведь Мечи Игра являются одними из самых рейтинговых его проектов. Существует такое мнение, что Илье Куликову дали ясно понять, что подобное кино делать не стоит. Ведь у многих из его проектов присутствуют очень похожие параллели. Ведь даже при создании Глухаря руководство канала НТВ не хотели пускать в эфир нечто подобное. Мы начали, я начал писать сезон, написал 9 серий, и потом это попало к какому-то мудаку-редактору, там были такие телевизионные, и там пришли комментарии, типа, вырезать из Глухаря все, что делает его Глухарем. Почему следователь берет деньги, почему гаишник живет с проституткой, почему они такие плохие, почему какие-то дебильные дела, почему они ничего не расследуют. Несмотря на вышесказанное, не хотелось бы спускать всех собак на одного Илью Куликова, так как этот человек сделал очень многое для российского кино. Да и не так уж и много в России других сериалов, которые могли бы потягаться с его хитами, а если быть точнее, то и вовсе единицы. Проблема в том, что Меч это сериал, который был сделан для народа, а как вы сами знаете, для народа у нас что-то делают крайне редко. А на этом у меня все, друзья, если бы вы хотели услышать мою теорию о событиях третьего сезона, пишите в комментариях к этим сценарий к третьему мячу и я обязательно возьмусь за него, ведь нечто подобное не пишется за несколько дней. А данная рубрика теории незавершенных проектов откроется на канале через пару месяцев после разбора сериала Игра. Если понравилось видео, ставь лайк, ну и на канал подписаться тоже не забудь. А на этом у меня все, друзья. Всем пока и до скорого. Ну ты, это... Спасибо. Ты заходи, если что.